Здравствуйте, это программа «Тема дня» на канале ЭТОН-ТВ. В студии Михаил Юровский и сегодня мы обсуждаем статью военно-политического обозревателя газеты «Маариф» Рана Эделиста. В этой статье он анализирует заново уже известные факты и выдвигает свою версию о том, что же стало причиной трагедии элитного израильского подразделения «Шейты-13», 13-я эскадра, это спецназ военно-морского флота. У нас в гостях военно-политический обозреватель Александр Голицекер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. 20 лет почти прошло и вопреки официальной версии, официальным версиям, вот сейчас Рана Эделист описывает немножко по-другому, и он действительно специалист в этой сфере. Что можно сказать о том, что, может быть, мы не все знаем или не все поняли касательно того, что же случило причиной гибели элитной группы, одной из элитных групп 13-й эскадры? На самом деле прошло 20 лет, официальной версии как таковой ни разу не появлялось. То есть появлялись, было, если я не ошибаюсь, 6 комиссий, которые расследовали эту трагедию. Была первая комиссия, назначена начальником генерального штаба, потом была вторая комиссия, которую назначил глава военной разведки, потом была комиссия, которую возглавлял командующий флотом Израиля, бывший командующий флотом, который, так сказать, принял на себя эту миссию. Были еще несколько комиссий, и по поводу всех, все их работы, ну, Ран Эделист пишет, что это было все для того, чтобы затянуть время, для того, чтобы не сообщать правду, так сказать, родственникам погибших. И вообще всему Израилю. Надо сказать, статья, у нее есть политический оттенок. Статья направлена на, так сказать, против политики Бениамина Нетаньягу, современной политики нынешней. Его 97-й год, совсем молодой политик Бениамин Нетаньягу, впервые стал главой правительства в 96-м году. Поэтому, скажем так, вся статья, она сводится к очень конкретной версии. Одной из версий, которая на самом деле рассматривалась тогда, было несколько. Итак, версия, о которой говорили все, это была засада, которую организовала Хизбалла израильским спецназовцам. Засада с применением взрывного устройства, которое взорвалось в определенном месте. Была версия о том, что, часть этой версии была основана на том, что удалось прослушать переговоры спецназа со своим руководством уже на Ливанской территории и в соответствии с этим принять решение. Была версия о том, что у солдат, которые несли на себе взрывное устройство, это взрывное устройство сработало непроизвольно и в результате привело к гибели основной части группы солдат, которые там находились. И она тоже рассматривалась тогда. Даже шейх Насрала, если я не ошибаюсь, представил всему миру запись беспилотника израильского, которая якобы была не зашифрована, благодаря которой они сумели проследить передвижение израильского спецназа по территории Ливана. Тут есть у меня ряд соображений по этому поводу. Я не думаю, что в 1997 году у Кизбаллы была возможность отслеживать, во-первых, записи израильских беспилотников. Я не верю, что такая запись была не зашифрована или удалось Кизбалле ее расшифровать. Поэтому она, так сказать, мне выглядит как сфабрикованная, вот эта часть версии. Но, тем не менее, то, что было написано в Мориве, оно отвергает вообще версию о перехвате, версию о засаде, что Кизбалла на тот момент не могла так серьезно быть организована, чтобы в течение считанных часов организовать свои действия в соответствии с информацией, которая получила. И все, что он отдает, весь упор делается на версию о том, что сработало взрывное устройство, которое унесли бойцы 13-й флотилии на себе. На чем это основывается? Основывается на показаниях сапера, который первым был вызван к вертолету, который привез, скажем так, раненых бойцов и останки их тела и оружия на территорию больницы в Нарии. Был вызван сапер для того, чтобы нейтрализовать те самые взрывные устройства. Так вот, действительно, в своем отчете, который сегодня впервые, по-моему, публикуется, он указал действительно вероятность того, что взрыв мог начаться с непроизвольного включения израильской взрывчатки. Есть еще, и, значит, вся статья, она основывается в основном на этом. Еще несколько аспектов, это то, что изначально операцию по ликвидации, надо сказать, цель операции была ликвидация одного из лидеров движения Амали, если я не ошибаюсь. У меня тоже, как и у автора материала, большие сомнения по поводу того, насколько он был опасен тогда государству Израиль, но имиджево это должно было быть сделано. Собирались его ликвидировать. Очень странно, что, так сказать, его защищала организация Хизбалла вот таким вот образом. При том, что они конкурируют. При том, что они конкурируют. Это отдельная странность, которая здесь может быть рассмотрена. Но было еще несколько вещей. Операцию изначально планировали делать силами другого спецназа с использованием вертолетов. Из-за того, что вертолеты подвергались опасности во время этой операции, решили перенедать операцию 13-й флотилии, которая до этого провела 2 или 3 операции, которые закончились неудачно. И как бы им доверили эту историю для того, чтобы поднять моральный дух бойцов, для того, чтобы показать им верну веру в себя, для того, чтобы они дальше продолжали быть элитным подразделением. Важно отметить, что такая статистика, она на самом деле естественна, потому что, да, мы знаем о самых известных операциях, успешных операциях, которые проводили те или иные подразделения ЦАЛи, но большая их часть оказывается неуспешными. И потом, скажем так, они уже успешны только потому, что, если, так сказать, провалена сама операция, но при этом нет жертв с нашей стороны, то они уже никто никогда не узнает об этой операции. Поэтому эта статистика абсолютно нормальна. И якобы вот эти вот все факты, они были скрыты под предлогами разных комиссий, которые работали по многу времени. Действительно, родители некоторых военнослужащих, которые погибли, были возмущены, я помню, там через год, через два после того, как трагедия случилась. Мы хотим знать, что произошло. Им передавали результаты работы комиссии, в которых были высказаны те же версии, которые я озвучил сейчас, но ничего не было понятным. Дальше есть домыслы, на мой взгляд, автора материала о том, что, так сказать, вот эта взрывчатка, с которой они вышли на территорию Ливана, она даже начинающему саперу покажется странной, которая может произвести непроизвольный взрыв. Здесь у меня большие сомнения, что операция, которую контролирует командующий Северным военным округом, в результате вот именно это звено, оно было непроверено. То есть взрывчатка, которой, собственно, и должны были произвести ликвидацию того персонажа, она окажется нестандартной, которая, так сказать, непроверена в разных ситуациях. А тем более, он упоминает автор материала еще несколько случаев, когда эта взрывчатка срабатывала непроизвольно, но на подготовительных стадиях подготовки других операций, не этой. Якобы Бениамину Нитиньягу, молодому члену правительства, было важно соблюсти лицо лидера, у которого не часто случаются подобного рода провалы, проколы, если хотите. Почему? Вспомним 97-й год, за 5 месяцев, по-моему, до этого, известная другая трагедия, вертолетная трагедия. И она попадает на тех же абсолютно действующих лиц. Там погибло, по-моему, 74 человека. И там действительно была признана ошибка пилота, который, так сказать, пилотов, одного из пилотов, который попал в мертвую зону для второго вертолета. В результате два вертолета, которые везли солдат на территорию Южного Ливана, столкнулись между собой. Никто в результате взрыва не выжил. По-моему, 74-75 человек погибли там. И это происходит с теми же действующими лицами. Глава правительства Бениамин Нитиньягу. Начальник генерального штаба Амну Липкин-Шаха. Командующий Северным военным округом Мирам Левин. То есть, ровно те же люди, которые через полгода столкнулись с трагедией 13-й флотилии. С разрывом в несколько месяцев выставлять версию нашей ошибки в том, что произошло снова, это провально. Это провально для тех, кто, так сказать, назначал этих людей. Это провально для молодого главы правительства. Скажу так, Израилю это не понравилось бы. Израиль переживал неудачные операции, но с разрывом в 10 лет, а не с разрывом в 5 месяцев. Тем более массовое, тем более самое элитное подразделение. Все знают, что такое, так сказать, солдаты из этого подразделения 13-й флотилии. Как раз вот сегодня скончался один из бывших командиров этого подразделения, шеф и его фамилия. Он сразу, я помню его выступление сразу после трагедии в 97-м году. Каждый из этих ребят, когда высказывалась версия засады Хизбалы, каждый из этих ребят мог в одиночку выдержать засаду из 7-8 человек. То есть это действительно элита израильского общества, элита израильской армии, извините. Так более правильно будет. И это должно было быть как-то отражено. Это получило отражение. То есть израильское общество было шокировано. Шокировано вот этими двумя трагедиями, которые случились, с разницей в 5 месяцев. Я думаю, что для Нитаниягу это было бы просто катастрофа, если бы признали еще одну нашу ошибку. То есть все назначения в армии, они были неверные, они были неправильные. Это действительно не произойдет. Народ бы этого не перенес спокойно. Хотя в результате Нитаниягу не продолжил оставаться премьер-министром. Поэтому критика, которую высказывает Ран Эделис в своем материале сегодня, она несколько неуместна. То есть Нитаниягу не удалось сохранить красивое лицо, как он это пишет. Красивую миму при плохой игре. Да, он вернулся на пост премьер-министра, но спустя много лет, спустя время, которое прошло для того, чтобы сделать то, что он сделал. А трагедия, она осталась трагедией и до сих пор официальной версии нет. Надо сказать, самое главное, мы забыли, этот материал появился как следствие на расследовании, которое провела известная журналистка Илана Даян в своей программе. О том, что произошло. То есть она выдала еще ряд нескольких новых фактов, которые, скажем так, не были ярко упомянуты в СМИ. Не так давно вообще появилось видео, которое показывало этих бойцов подразделения 13-й флотилии. Перед тем, как они выходят на эту операцию, это видео стало доступно, было обнаружено совершенно случайно. Стало доступно для родителей погибших солдат, которые, так сказать, согласились принять в подарок от армии диски с этим видео. То есть факты появляются, каждый раз все новые и новые. До сих пор живы все, практически все участники событий. Ну, может, за исключением Анны Налипкина-Шаха, который трагически умер совсем недавно. А все остальные, действительно, кто сидели в комиссиях, принимали те или иные решения, их можно еще раз допросить, если это важно для того, чтобы сохранить память погибших. Или, если это важно, чтобы у журналиста осталось лицо, которое достойно этого звания. Можем ли мы, если мы немножко с юга посмотрим, с южных границ Израиля посмотрим на вот эту историю 13-й флотилии. Вот мы получаем периодические сообщения о том, что и палестинцы уже в Газе, Хамас развивает свое подразделение боевых пловцов, пловцов-диверсантов. Может ли, насколько мы можем судить о том, что вот израильские спецподразделения являются каким-то источником вдохновения для палестинских? Ну, на самом деле... Мы уже не говорим о том, что это просто террористы, это уже армия. Израильский морской спецназ, он не самый известный в мире. Есть ряд стран, у которых морской спецназ заявлен как элита армии, поэтому не только израильтяне работают над имиджем морского спецназа. Но важно понимать ситуацию, что такое сектор Газа и Израиль. Между нами морская граница гораздо больше, чем граница по суше. Поэтому и в лучшие, условно, в кавычках времена, неоднократно были попытки провести через морскую границу определенные плавсредства с определенным содержимым. Иногда это были плавсредства с взрывчаткой. Надо сказать, что границу охраняют пограничные катера израильские. Плюс, естественно, наблюдение ведется и так далее, и тому подобное. Но такие случаи были, они случались до начала реализации планов размежевания. Если я не ошибаюсь, в последние годы такие случаи происходили буквально еженедельно. Когда какие-то рыбацкие лодки превращались вдруг в средства для перевозки взрывчатки на территорию Гушкатифа. Тогда еще можно было поселение в Газе. После реализации планов размежевания все стало гораздо проще для Хамаса в Газе и для других террористов в Газе. Было налажено производство ракет, это было менее актуальным. Но Израиль встретил, так сказать, производство ракет с системой противоракетной обороны. Сначала железный купол, потом это развивалось дальше, дошли до Прочи Давида сейчас. С туннелями тоже вроде не так все гладко получилось. Не удается создать вот тот самый резонанс, которым когда-то Хамас, может быть, удивил Израиль, высадив свой десант при помощи оперативного туннеля вблизи одного из кибуцев на границе с сектором Газа. Да, это был бой, который привлек внимание общественности, но это не было чем-то, от чего мы содрогали. Возможно, сегодня следующее, чем пытается Хамас нас удивить, это действия морского спецназа, которые смогут проникнуть на территорию Израиля с какого-то судна, я сейчас утрирую, конечно, с какого-то судна, которое будет находиться в нейтральных водах или, может быть, с территории сектора Газа, и проведет ту или иную акцию на территории Израиля. Возможно, это будет следующий шаг, которым нас Хамас попытается удивить, но, повторюсь, не только Израиль работает над классным имиджем морского спецназа. Есть еще ряд государств, Соединенные Штаты Америки, Россия и Бриверка Британии, естественно. Поэтому я думаю, что тут величие происходит не только от ЦААЛа, а и от других армий тоже. В этом смысле Хамас пытается впитать в себя лучшее, что есть в мировых армиях. Я думаю, что они еще далеки от реализации этих планов, и в этом смысле можно зрителей успокоить. Спасибо вам за ваш комментарий. Это была программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. В студии были Михаил Юровский и Александр Гольцекер, наши военно-политические поздреватели. Всего хорошего. Оставайтесь с нами.